Успех либерализма представляет собой вызов. Сегодня никто не сомневается в том, что либеральная политическая теория является доминирующей силой, определяющей множество современных практик и измов, от капитализма и консюмеризма до институционализма и прогрессизма. Нет сомнений в том, что либерализм произвел революционные изменения в понимании человеческого и политического, равно, как и в отношениях между ними. И что, несмотря на некоторые серьезнейшие противоречия, встроившиеся в современные либеральные практики, в первую очередь это противоречия между либерализмом и демократией, либеральная теория до последнего времени была крайне успешной в своем практическом воплощении. Однако в XX и XXI веке все чаще проявляется недовольство достижениями или итогами успеха либерализма. Исторически это недовольство оказывается сопряжено с вооруженными противостояниями и политическими потрясениями. При этом исходит оно от наследственных дефектов самого либерализма, а не от ошибок в реализации либеральных идей. А потому первым шагом на пути принятия вызова либерализма должно стать понимание связи между либеральными практиками, вызывающими реакцию, и основаниями либеральной теории. В основе либеральной теории лежит представление об универсальном животном человеке, равном самому себе безликом, эгоистическом, одиноком потребителе природных ресурсов. Томас Гоббс, основатель либеральной теории, подчеркивает низкий статус человека в мире, говоря, что люди, подобно грибам, появились из земли. В этом представлении скрыто сразу несколько уникальных позиций по сравнению с предшествующими античным и христианским взглядами на человека. Человеческому существованию нет объяснения. В человеке нет ничего выдающегося, ничего, чтобы возвышало его над окружающим миром. Он не создан богом или богами, не наделен природой, особой, присущей только ему целью, не несет в себе никаких бессмертных частей. И потому сам он совершенно не заинтересован в бессмертном, не заинтересован в вечности любого рода. Его интересы всегда относятся лишь к нему самому, а потому они, как и сам он, сиюминутны по своей сути. Все, чего он желает, он желает только для себя. И так как все люди, животные, равны себе, то есть одинаковые, все они хотят одного и того же. Удовлетворение своих базовых потребностей, центральным из которых является жизнь. И получение всевозможных удовольствий. То все люди оказываются врагами друг другу. Не только потому, что стремясь изъять из окружающего мира одно и то же, то, что представляется им средствами достижения их желаний, они вступают в смертельные конфликты друг с руком. Но еще и потому, что всегда выбирают кратчайший видимый путь к достижению своих целей. Часто нет смысла пытаться достать желаемую вещь из природы, если она уже есть у соседа. Так люди превращают свою жизнь в вечную войну. Резюмера этот вывод, Гоббс говорит о жизни людей в этой войне, что она одинока, бедна, беспросветна, тупа и кратковременна. Люди практически не способны к созданию долгосрочных коллективов, ибо мыслят лишь длиной своих жизней, а чаще просто желаний. Никто не видит смысла делать то, что даст плоды уже после его смерти, ибо этими плодами нельзя будет насладиться. И практически невозможно объяснить себе, зачем нужно делать то, что имеет серьезный риск не дать никаких плодов, но при этом потребует потратить годы усилий, которые куда легче и выгоднее было бы направить на удовлетворение легко достижения желаний. А потому люди оказываются полностью лишены любых черт, которые бы могли отделить одного человека от другого. У них нет культуры, нет искусства или творения, нет памяти или истории, нет морали. Но даже тогда, когда они все же образуют коллективы, появляются последние лишь на основании контракта, искусственно. Иными словами, люди собираются вместе только в том случае, если намереваются получить что-то от других. И всякий контракт прекращается или теряет силу не только тогда, когда оказывается выполненным, но и ровно в тот момент, когда перестает восприниматься как выгодный, то есть перестает предоставлять обещаемое предполагаемое благо. Жизнь – величайшее владение человека, ибо она является главным основанием для удовлетворения всех его желаний. Поэтому возможность безвозмездности и ультимативно самопожертвования оказывается сомнительной, ибо они по определению ставят под угрозу жизнь. Именно с целью защиты своих жизней, то есть для поддержания возможности получать удовольствие, люди контрактом создают то, что должно помочь им достичь мира, государства. Структуру, которая заставит людей блюсти мир с помощью угрозы неизбежной гибели от ее рук любому нарушителю мира. Только страх насильственной смерти, или выражаясь более знакомыми всем терминами, представление о беспредельной ценности человеческой жизни как таковой, может склонить людей жить в мире. Таким образом, впервые в истории и политической теории целью государства, целью политического объединения людей оказывается нечто столь низкое, столь базовое и потому столь легко достижимое, как сохранение жизни членов государства. Речь отныне не идет и не может идти о политическом достижении хорошей жизни, хорошей как с естественной, так и с моральной точек зрения. Ибо подлинное человеческое благо и кажемое благо, преследуемое каждым отдельным человеком в силу случайных обстоятельств его существования, расходятся. А любая попытка выяснить подлинное благо окажется де-фактой попыткой отказать людям в достижении блага кажемого, то есть будет актом развязывания войны, что погубило бы цель государства. А потому государство обязано оставить вопрос блага полуоткрытым. Люди же должны получить возможность мирным путем удовлетворять свои желания. Все подлинные и кажемые блага, следовательно, до тех пор, пока они не ведут к нарушению мира, должны получить одинаковый статус. Их преследование, преследование счастья, the pursuit of happiness, должно быть одинаково признано всеми как нечто хорошее. Выражаясь яснее, толерантность по отношению к целям всех людей может быть достигнута только тогда, когда ни одни цели не будут претендовать на более высокий статус, чем другие. И этого не очень сложно достичь, если предположить, что люди, изначально находящиеся в состоянии одинаковости и равенства, эссенциально хотят именно его противоположности. Хотят быть особенными. Хотят выделяться на фоне других. Государство позволяет людям достичь этого, создавая и поддерживая условия для распространения политического и экономического неравенства. Существование первого, впрочем, сомнительно. Порождаемая им гордость неизбежно ведет конфликта. А это значит, что политическое неравенство может стать безопасным, только если оно потеряет свой индивидуалистский статус. Если политик превратится в представителя, в слугу, в гаранта. В то время как существование второго кажется менее проблематичным. Если все, что нужно человеку, чтобы быть счастливым, это возможность реализовать свое стремление к вещам, приложив к окружающему миру инструмент своей первой собственности, свое тело, труд своего тела, то все могут быть счастливы. Правда, только при том условии, что количество вещей, извлекаемых из мира, будет бесконечным. Уникальность положения либерализма может быть сформулирована через его главное обещание – сделать возможной жизнь, лишенную серьезных укроз и посвященную обретению базовых благ. Лишь немного преувеличив, можно сказать, что античные философы полагали, что цель человека – быть хорошим. Ибо быть хорошим – значит быть счастливым. Христиане верили, что цель человека – достичь царства небесного. Но чтобы обрести вечное блаженство, необходимо быть хорошим. Считая сомнительными и жизнь после смерти, и хорошесть человека, либералы объявили удовольствие целью, лишенной каких бы то ни было определенных средств. Либерализм поэтому можно довольно точно описать как политический гедонизм. Изначальная особенность и главная причина успеха либерализма заключалась в том, что либерализм не появился в вакууме. Он появился в нелиберальном мире. Либерализм, следовательно, изначально строился на нелиберальной почве. Однако он последовательно размывает эту почву, деноминируя данный процесс словом прогресс. Прогресс может быть здесь обозначен как последовательное движение к свободному или либеральному обществу. Однако само это понятие представляет проблему. Либерализм именно в силу своего прогрессизма не может заменить разрушенную им почву. Ибо оригинальное определение свободы, данное либеральной теорией, есть отсутствие рамок. Снова цитируя Гобца, согласно нашему определению, свобода есть не что иное, как отсутствие препятствий для движения. Поэтому, даже если на место старых, нелиберальных практик и традиций приходят новые, более либеральные, они немедленно начинают испытывать давление прогресса. Ибо любая культура, любая серьезность в обращении с собой и окружающим представляет из себя противные свободе рамки, границы, отделяющие разрешенное от запрещенного. Сказанного уже достаточно, чтобы понять, к чему ведет разворачивание либеральной логики, каковы причины и последствия успеха либерализма. Однако стоит чуть более детально описать действия либеральной теории на некоторые важные аспекты человеческой жизни. Существует ясное противоречие между либеральной теорией и верой. Не столько из-за различий между религиозным меропониманием и рациональным или научным образом мира, сколько из-за диаметрально противоположного понимания проблемы смертности человека. Верующий не ориентирует свои действия вокруг возможности смерти. Во-первых, потому что он знает, что есть вещи куда более страшные, чем смерть. Во-вторых, потому что он уверен, что земное существование не является финальным, что за гранью смерти находится нечто куда более важное. По этой причине верующего не мотивируют ни позитивные обладания вещами и удовольствия от них, ни негативные физическое насилие и предельно насильственная смерть, стимулы, играющие ключевую роль в логике либерализма. Наконец, верующий имеет ясную универсальную моральную картину мира. Он не просто в силах отличить плохих людей от хороших, заслуживающих наказания от заслуживающих наград, без всяких посредников. Он убежден, что он, как окружающий его мир, не морально нейтрален. Это противостояние кажется неразрешимым, однако оно все же должно быть завершено. Для его завершения либеральная теория предлагает два главных средства. Возвышение государства над церквями и внедрение толерантности. Здесь важно подчеркнуть, что толерантность изначально именно религиозная толерантность. Именно она оказалась наиболее успешным в деле достижения задач либерализма. И потому концепция толерантности быстро расширилась с религии на все сферы общественной жизни. Толерантность, по сути, есть результат принятия либерального представления о невозможности познания человеческого блага. То есть отказ от любого претендующего на универсальность или объективность способа преодоления моральной нейтральности мира. Однако в мире, где нельзя отличить плохое от хорошего, ни того, ни другого не существует. И потому никто более не может объявить себя ни праведником, ни грешником. Ни добрым, ни злым. Ни правоверным, ни неверным. Религиозная толерантность оказывается возможна только за счет веры. Заявленная либерализмом роль эгоизма в человеческой жизни ставит под вопрос ранее общепринятые концепции любви. Дружба, почитаемая древними как одно из высших благ, теперь оказывается возможной только на основании получения удовольствия от удовлетворения тщеславия, от желания выделиться на фоне других. При этом до тех пор, пока человек кажется себе превосходящим окружающих хоть чем-то, он продолжает в своем окружении находиться. То есть с самого начала удовлетворение тщеславия делает безразличным как качество окружения, так и способ выделения на фоне окружения. Естественно, не придется долго доказывать, что легче, то есть рациональнее, выделяться тем, что легко дается и над теми, кого несложно превзойти. И потому дружба теперь не помогает человеку возвышаться или даже становиться уникальным. Она лишь дает названные ощущения. И, конечно, как и в случае с другими искусственными или контрактными отношениями, дружба перестает существовать в тот момент, когда перестает приносить каждое мое удовольствие. Это значит, что все дружеские связи с самого начала делаются поверхностными, дабы не вести к ним удовольствию от их разрыва. Поверхностность этих связей также делает возможным увеличение числа друзей. А чем больше людей в окружении, тем легче обнаружить тех, на фоне кого можно выделиться. И одновременно, тем легче обрывать связи с теми, на чем фоне выделиться не получается. Наконец, легче всего можно выделиться тем, что не требует долгой или тяжелой работы, то есть внешними признаками или вещами. Что, с одной стороны, лишь сильнее подталкивает удовлетворять желание обладать вещами, подталкивает к потреблению. С другой стороны, частично объясняет, почему потребление вещей не имеет ничего общего с их использованием. Цитируя Бодрияра, потребляемое – это как раз нечто отличное от используемого. Ибо цель приобретения вещей тут – удовольствие от обладания, а не от использования. Что, следовательно, позволяет распространиться специфическому типу вещей. Вещей, которые изначально, по задумке, бесполезны. То есть вещей, которые целиком и полностью ориентированы на потребление. Концепцию семьи постигает схожая судьба. Так как, как уже было сказано, горизонт гедонизма располагается ровно по границе жизни отдельного человека, то для него нет никакого смысла участвовать в создании того, что по определению выходит за границы этого горизонта. Участие в таком предприятии есть акт самопожертвования. И раз семейные отношения тоже являются контрактными, то есть добровольными, никто не станет помогать престарелым родителям, не рассчитывая получить наследство. Но, что еще важнее, зная, что от взрослых детей не бывает безвозмездной помощи, безвозмездных усилий, всякий смысл заводить детей теряется. Поэтому ГОПС даже деторождение вынужден объяснять тщеславие. Воспитание более не может входить в обязанности родителей. Ибо так как единственная естественная власть человека над человеком есть угнетение, родительская власть не может быть естественной. А потому отношения родителей и детей также должны быть контрактными. Но воспитание явно проводится без согласия, а нередко и против согласия воспитываемого. Оно представляет собой набор навязанных ограничений, невыбранных рамок поведения, против которых и выступает либерализм. Тот факт, что ребенок есть человек, уже означает, что он свободен выбирать рамки своего поведения сам. И значит, родители должны общаться с ребенком как со взрослым, то есть в ходить с ним в уже описанные отношения обмена удовольствиями. Это приводит к общему принятию нового отношения к детям как к чему-то антитетичному жизни полной удовольствия. Романтическая любовь, которая требует ставить интересы любимого выше своих собственных, также становится проблематичной, превращаясь в контрактный обмен удовольствиями. Рациональное поведение при этом требует все того же – минимизации затрат при максимизации удовольствия. Так, вместо долгосрочной привязанности, обремененной дополнительными обязательствами, начинают занимать краткосрочные отношения без обязательств. И так как контракт, временный по определению, может перестать исполняться одной из сторон, как только это будет сочтено за благо, все все время находятся в поисках лучшего контракта, а отношения разрываются, как только перестают восприниматься как приносящие удовольствия. Контрактная интерпретация любви ставит под сомнение не только концепцию гендерных или возрастных ролей. Само представление о поле оказывается под угрозой, ибо люди могут быть равны в полном смысле этого слова, только если они одинаковы. То есть, если все сущностные различия между ними являются искусственными, контрактными. Этот вывод стирает различия между взрослыми и детьми, что позволяет людям как людям вступать в отношения любого характера, включая табуированные. Точно так же оказываются нерелевантными различия, и я цитирую здесь Спинозу, между людьми и остальными индивидуумами природы, то есть животными, а также между людьми, одаренными разумом, и теми, кто истинного разума не знает, а также между глупыми, безумными и здоровыми. Наконец, он приводит к стиранию различий между мужчинами и женщинами. Если различие между полами искусственно, оно может быть пересмотрено. Так, сексуальное освобождение оказывается включенным в логику либерализма. Можно даже, вернувшись немного назад, сказать, что в ситуации одинаковости, тщеславное желание каждого выделиться, быть собой, то есть быть отличным от других, подавляется как наиболее опасное не с помощью запретов, но с помощью тотального разрешения. Как говорит Гоббс, слава, ровно как и почет, если достается всем, значит не достается никому. Может показаться, как утверждают некоторые, что либеральная теория буквально превращает человека в тот его образ, который сама же рисует изначально. Однако, с точки зрения либерализма, изначальный человек естественно агрессивен. И если и проблематизирует насилие, то только тогда, когда она направлена против него самого. Эту изначальную дикость людей либерализм желает домистифицировать. Достижение мира как цель, которую либерализм предписывает государству, требует, чтобы человек отказался от сознательного применения насилия, то есть применял его только инстинктивно, сообразно животным. Однако, сделать человека ненасильственным, значит лишить его изначального мужества. А следовательно, отношение либеральной теории к мужеству оказывается сложным. Не только потому, что мужество предстает по умолчанию чем-то альтруистическим, ибо мужественный, как способный преодолеть страх насильственной смерти и потому добровольно встретить смерть, никогда не сможет пожать плоды своего мужества. И следовательно, акт проявления мужества как акт самопожертвования не может быть объяснен либеральной теорией иначе, как отказ от эгоизма. Эта проблема настолько велика, что Гоббс даже готов сделать возможным неподчинение верховной власти в том случае, если она приказывает самоубийство. А Лок вынужден обернуться к христианской аргументации, чтобы запретить самоубийство вообще. Что еще важнее, мужество ставит под вопрос базовые положения либерализма. Ибо оно доказывает, что существуют люди, которые естественным образом, в противоположность искусственному, религиозному образу, не испытывают или не считают страх смерти предельным страхом. И потому радикально отличаются от подавляющего большинства, одновременно подрывая постулат о равном отношении к смерти и представлении о том, что угроза последней ведет к достижению универсального согласия. Существование мужественных, следовательно, является прямой угрозой существованию либерального государства. Ибо они одни способны занять его место. Не только потому, что государство есть не что иное, как искусственно созданный индивид, имитирующий мужество. То есть индивид, способный причинять насилие и не боящийся претерпеть его от рук насилуемых в силу своих размеров. Но еще и потому, что власть государства искусственна, в то время как власть мужественных естественна. Как уже было сказано, естественное господство людей над людьми с точки зрения либерализма – это господство силой. И будучи естественной, она естественно отрицает изначальное равенство людей. Поэтому либерализм ищет способы нейтрализации мужества, стремясь к созданию гендерно-нейтрального общества. Однако достижение этой цели несет в себе серьезные трудности. Во-первых, люди, не готовые умирать ни за что вообще и не готовые убивать ни за что кроме самих себя, кроме своего выживания, не могут быть ни настоящими приверженцами какой-либо политической позиции, ни настоящими патриотами. Во-вторых, так как с позиции либеральной теории все государства всегда находятся в естественном состоянии, то подлинно либеральные государства оказываются не в силах защитить сами себя по умолчанию. Из этой ситуации у них есть два базовых выхода – перестать быть либеральными или покончить с естественным состоянием. Логика либерализма, требующая установления всеобщего мира, подразумевает, что он может наступить только в случае создания всемирного государства. Ибо, я цитирую здесь Канта, «в соответствии с разумом в отношениях государств между собой не может существовать никакого другого пути выйти из беззаконного состояния войны, кроме как отречься, подобно отдельным людям, от своей дикой свободы, приспособиться к публичным принудительным законам и образовать таким путем безусловно постоянно расширяющееся государство народов, которое в конце концов охватило бы все народы земли». Но этого пока не случилось. А потому либеральные государства каким-то образом должны защищать себя, то есть должны находить людей, готовых хотя бы имитировать мужество. Но так как мотивация имитировать его вне указанных черт может заключаться лишь в желании вещей, это ведет к появлению контрактных или профессиональных солдат. Солдат, готовых убивать ради получения вещей, но не умирать, ибо мертвому не насладиться вещами. Создание современных профессиональных армий потому ставит под вопрос готовность либеральных государств к серьезным боевым действиям. Ибо по указанным причинам такие армии могут успешно воевать только если обладают огромным, ну если не сказать тотальным, превосходством над противником. Из-за этого любой серьезный конфликт потребует от либерального государства антилиберальных мер, то есть перехода к призывной или будет лучше сказать гражданской армии. И в этом тоже либерализм строится на нелиберальном основании. И в этом тоже он это основание губит. Ибо гражданская армия невозможна без гражданской культуры. Но либерализм не приемлет последний по уже указанным причинам. Он отказывает людям в формировании политических связей, во многом подменяя их связями экономическими. Часто утверждается, что главное достижение либерализма заключается в увеличении экономического благосостояния либеральных государств. Однако обещание либерализма относительно удовольствия от обладания вещами наталкивается на две базовые проблемы, проистекающие из изначального определения собственности. Собственность есть результат труда тела, поэтому существует прямая связь между трудом и богатством. Труд тела есть труд над внешними вещами, естественными ресурсами, которые трудом превращаются собственно в вещи. Но это означает, что удовлетворение желания обладать вещами напрямую зависит от количества доступных для труда природных ресурсов. Изначально либерализм крайне оптимистичен. Он не предполагает, что природные ресурсы могут быть исчерпаны. Однако этот оптимизм оказывается необоснованным. И в ситуации ограниченных ресурсов бесконечное накопление вещей становится невозможным, а обещание всеобщего экономического процветания, счастья изначально недостижимо. С этим связана вторая проблема. Как только во внимание принимается ограниченность ресурсов, связь между богатством и трудом оказывается потерянным. А учитывая тот факт, что изначально труд воспринимается как необходимость, то есть как несвобода, обещание либерального освобождения оказывается обещанием освобождения от труда при увеличении богатства. Это, с одной стороны, лишает смысла такую черту либерализма, как меритократия. С другой, делает необходимым разделение земного шара на две части. Нелиберальный мир труда и либеральный мир потребления. В этом смысле снова либеральный мир оказывается основан на нелиберальном. То есть первый существует потому, что существует последний. Подобная коллаборация, как известно из истории, оставаясь вертикальной, могла бы существовать тысячелетиями. Однако в случае либерализма это едва ли возможно из-за концепции прогресса. Потребление – не новый феномен. Если под потреблением понимать обретение вещей, которые видятся либо как бесполезные по определению, либо как полезные, но неиспользуемые по назначению, либо как и вовсе вредные, то потребление можно считать зародившимся очень давно. Но до эпохи либерализма эта либеральная практика была вертикальной и принадлежала, как и либеральный образ мышления в целом, более или менее ограниченной группе людей – аристократам. Потребление существовало так долго, не будучи угрозой, именно потому, что аристократы не были прогрессистами. Они не хотели превратить всех в подобие себя. Наоборот, они готовы были терпеть восстания, революции и войны, лишь бы не допустить получения прав, то есть привилегий, теми, кто не имел к ним никакого отношения. Однако присущий либерализму проактивный прогрессизм требовал распространения аристократического довольства на всех, требовал сделать вертикальную практику потребления горизонтальной. Иными словами, прогресс подразумевает, что находящиеся в разных плоскостях диверсифицированные части мира должны сойтись в одну точку – стать одинаковыми, одинаково либеральными, потеряв свои отличия и особенности. Все должны стать свободными и достичь изобилия вещей. Но разрыв между потреблением и трудом при недостатке ресурсов означает, что с одной стороны, для одной части мира изобилие вещей было достигнуто без труда, а с другой стороны, для другой части мира оно, несмотря на труд, не будет достигнуто никогда. В тот момент, когда мир производства превратится в мир потребления, мир потребления исчезнет. А потому мечта о достижении изобилия вещей для всех мертва для обоих миров. Для либерального, потому что она исполнилась. Для нелиберального, потому что она никогда не могла бы осуществиться. Ключевое обещание либерализма заключается в обмене возможности хорошей жизни на реализацию легкой жизни. Либерализм с самого своего начала представляется чем-то гуманистическим, эксплицитно берясь за защиту базовых потребностей человеческой жизни. Но реализация подобной защиты оказалась возможной только в ущерб, только против чего-то более возвышенного. Ситуация безопасности и свободы, обещанная либерализмом, казалось бы, должна была позволить каждому заняться преследованием счастья, его собственного счастья. Однако любой, кто находил или думал, что находил то, что можно было бы высокопарно именовать «смыслом жизни», немедленно становился угрозой либерализма. Ибо смысл жизни есть нечто большее, чем сама жизнь, чем, беря локовскую формулу, комфортабельное самосохранение. И тот, кто обрел его, не может ни бояться смерти, ни быть толерантным. Кто обнаружил хорошую жизнь, тот сделал жизнь снова серьезной. Тот заново установил рамки, за которыми жизнь теряла бы смысл и превращалась бы вне жизни. Тот же, кто выбрал гедонизм, не может ценить что-то вне жизни, ибо жизнь и есть основа всякого удовольствия. И потому он стремится разрушить все и всякие рамки, кроме тех, что защищают его жизнь и базовые потребности. Жизнь, лишенная рамок, жизнь, лишенная серьезности оказывается легкой жизнью, развлечением или веселым времяпрепровождением. Этот вывод, вкупе с проактивным прогрессизмом, требует объявить все, что покушается на серьезность, опасным. Можно было бы подумать, что принятие толерантности должно было бы вести к апатии, к полному признанию всяких и любых позиций. Однако это не так. На практике, как понятно из примера, с религией, толерантность требует отвернуть то, что нетолерантно. Во-первых, из страха. Из ощущения того, что те, кто отказался принять толерантность не словом, но делом, отрицают либеральный образ жизни и так угрожают его существованию. Во-вторых, либерализм лишает людей самопрезрения, ибо требует не выдвигать к ним никаких требований. Доктрина всеобщего равенства уверяет, что биологического отношения к роду хомо достаточно, чтобы быть полноценным человеком. Все люди хороши, потому что они люди. Все они уже по праву рождения имеют позитивные права и легитимные претензии. Тот факт, что либералы обнаружили единственно верный образ жизни, должен потому возвысить их над их противниками, должен гарантировать их превосходство и, следовательно, победу. Как итог, мы наблюдаем феномен морализующего аморализма, который тем более пытается занять моральную высоту, чем аморальнее становится. К нему в дополнение присоединяется желание быть особенным, более особенным, чем все остальные, и потому более хорошим, более прогрессивным, более активно раздвигающим существующие границы. В этом ключе обещание освобождения от угнетающих человеческое достоинства ограничений превращается в обещание освобождения от страданий вообще. Либерализм и тут стоит на основании представленным предшественникам. Что, помимо прочего, требует расширенной трактовки насилия. Все нелиберальное должно прекратиться именно потому, что самим фактом своего существования оно причиняет боль и потому является проявлением несвободы, очередным ограничением, должным пасть. Не надо пояснять, что одним из первых в этой логике должно упасть, возможно, главное изначальное достижение либерализма – универсальное право на свободу слова. Представленное отношение между основаниями либеральной теории и современными либеральными практиками с одной стороны и предшествующими им концептами с другой объясняет не только возникшую реакцию на разворачивание либеральной логики, но и практико-политический характер этой реакции. Однако наличие прямой связи между либеральной теорией и либеральными практиками в то же самое время указывает на невозможность преодоления последствий последних без преодоления первой. Оно также подразумевает, что успешное противостояние либерализму с точки зрения уже провернутых им позиций невозможно. Радикальные преобразования человеческой жизни, проведенные либерализмом, сами по себе доказывают возможности политической теории, то есть в том числе и возможность разрешения практических проблем.